воскресенье сдернул воскресенье тут же подумал в дтп короче стопору руля вчера что вообще не стоял на это воткнуть ее рейку на работе под заебался леча съедут на работе до ляжу закинул сейчас beeline там провод протянет а и потом короче на будет в говняные в родную говень в подвалы кое-что там поварить и спаять блять от ловлю себя на мысли то что не могу еще дойти вот от наших путешествий блять сани с петром бля блять это было настолько круто вот реально соревнования соревнованиями но там вот когда обратно шли тоже то есть сбивается вообще день ты просто делаешь определенную работу и все то есть ты отдыхаешь спишь до вахты и проснулся опять делаешь работу там сделали макароны по-флотски там гречи с тушенкой да ну причастились блин и вот глазами все вот видишь это да красоту блин ты конечно круто и реально сбился сон то есть но сейчас уже начинают налаживаться все это дело скорее всего концу недели вообще все наладится блять и я в одном из видеороликов говорил скорее вывратил противную типа говень там подвалы в эти а сейчас наоборот хочется знаете так круто блять как какие-то пираты да вот путешествуешь ну белое море ведь она там идти можем куда угодно там столько всего столько классных мест столько пунктов островов т.д. и т.п. блять конечно круто вот говорю то что не могу обуркаться еще в плане сна отдыха и всего остального хотелось бы конечно но я благодарю тебе родной хотелось бы конечно все лето колесить на яхте и кайфовать ладно все ничего сегодня а мы с димоном сегодня хотим гараж прибрать полностью потому что в грязи работать ну вообще чудно не камильфо вот значит работаем день приберем гараж а руль наверно вот к нему завтра я думаю что это правильное решение мы понаставили опять непонятно ких машину к влезет и влезет хер там блять но вот как и постановка я понимаю че никто не работает что ли блять поставил два метра стоят чем пробуем залезть даром оставим так идем за илюхой едем на дом там билайн видеонаблюдение дтп вечером гараж сниму блять так не входа в подвал пиздуна ну а с рулем с рулем да снять с руля я не строю чебурашка разберемся наверно завтра да кстати мне дали телефон мне не дали телефон этого чувака который их ремонтирует я надеюсь к нибудь блять какая-то бля спецоперация давай подожди мы тебе перезвоним возьмется он не возьмется вывода бред поэтому надеюсь я уберу стопор и все заработает в противном случае 15-20 тысяч надо будет на буш узнать ладно давай поехали беллайн а потом в родимую говень у парня не все коту масленица да илюх он из илюха вдвоем ли хотя не видно илюх ты он стоишь это за фонарем это только светится такая вот хуйня блять илюхов так я за счастлив когда-то ну дочь стреляю было я когда на регату ездил горил блять скорее бы в родимую говень сука в подвал и похуй сейчас стою здесь опять вес теряю ну видите да фитнес ебтай пиздец бля вот бы на регату знаешь чё заезжал туда предлагали с на соловецкую идти я говорю блять меня директор уехал я один ну как бы не вариант вообще на соловецкую предлагали короче блять я уже скучаю но не судьба так что такие брат дела ну эту-то я поменяю материал валяется когда ебтай я вам только тебя и олега вожу ебтай блять так как таксист бля на следующей неделе еще показания снимем нахуй и ебану наху что делать собрался покажу вам видали розлив отопления кто смотрит наш канал меня и илюху вот помните тогда эту ставил бля тут пиздец вон видите вот на вся там и снизу она вся дырявая в таком состоянии все пиздящим вот здесь вот переход к стеночке уйдем по стеночке прикрепим это пусть валяется даром я его вот так вот подниму ну да это уровня и пойдет все новенькое концевой розлив из-за этого ее все тут все это время всю зиму блять и тепловики блять нам на блять что-то сделать блять пять раз за зиму прикиньте епта пиздец дом перекройте хули его перекрывать вам блять сливается блять потом запускать его блять жопа нахуй с илюхой чё работает хорошо неоспоримый плюс смотрите вот здесь свет вон там свет помните вон я розлив то дел о илюха все из изладил бля потому что илюха не любит темноту да илюха золотой парень бля а чё нагрелся давай паяться делали ему осталось приварить резьбу нам соединиться и принципе все вода в этих есть короче у ветеранов ну вот мы в гараже сегодня был полностью хуевый день вот видите и масс чистота порядок из новостей чё сейчас поделюсь все таки есть фартовые люди знаете вот о чем-то подумаешь и тебе кто-то оттуда все это дает сейчас расскажу так пацаны давай про калину все по порядку настроение просто обалденно да димас ты сам охуел короче по калине втыкаем короче рейку да ну поняли короче урсу на место убираем замке с не плетят ебучий квадратик бля и смотрим что будет если блять все хуево то опять сдергаем и уже короче в гараже приехал телефон дали короче договорились все нормально звонит корешу вот видео да вот есть он про друзей не про друзей но всякое такое почему там есть друзья почему нет меня вот друзья они все с детства звонит и горит короче срочно приезжай есть подгон я блять базара нет короче прилетаю ну то что тут масло хуяса там это понятно это вообще все копейки там свечи брони провода там это эталант вы просто вот вдумайтесь но это просто подфартило он гребля димас я нашел короче я нашел и в общем пригоняй тут будет наоборот написано но я подержу у у меня у калины короче этот зеркало разъебано он горит димас пригоняй вот тебе братан подгон тут написано зеркала наоборот до 1450 блять цены не могут не радовать ну не могут не радовать блять это отношение кореша как бы как он заботится тут свечи бронепровода воздушный фильтр фильтр масляный этот блять фильтр блять воздушный блять масло это хуня но вот комплект это комплект это за 2450 для парня это не может не радовать калина короче будет вот с такими коли нас будет зеркалами вот блять но вы вдумайтесь тысяча четыреста пятьдесят ну электро и подогрев так раз и второе вот и второе короче тоже тут поворотник такие знаешь прикольнее будет точила она чё там дыня да ну и будет два таких новых лопуха я подумаю что может быть блять от лопухов знаешь эти блять ну крышу в этот цвет заебать там капот и ну отдельный какой-то ну да 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 потому что гнилуху то я уберу у нее там все так что пацаны порадуйтесь вообще сейчас они стоят по 6 рублей за штуку ну я где-то около этого может дороже 1450 ну все-таки вот корешовская есть я говорю блять может на пивас там чё там ну давай как там чё охуял гряди масс газу давай все нормально ладно ну как бы казалось бы да все заебись там по колене чё-то движется т.д. и т.п. и с димоном сидим и чудо базар зашел за ружье вот шли напомнишь ты спрашивал у тебя сколько чё там как я ему говорю я бы хотел либо шестьдесят шестого либо шестьдесят третьего ну знаете вот эта классическая охота чтобы двухстволка была и говорю чё-то я тупанул ну зимсон сделал как было да то есть ну монте-карло вся хуйня там это а хотелось бы английская ну английская понимаете да то есть вот так идет лопата грубо говоря причем заготовка и ореха есть сейчас просто вдумайтесь ну курковая на шестьдесят третье да я ему он говорит а ты чё там куда туда сюда там или валера у меня недавно спрашивал мы а валера мы съездили с ним по комиссионкам я заезжал тут в магнум у нас магазин группа не будешься третье в идеальном сохране там 66 короче звоните блять прилечу куплю потом буду делать ну разрешение да и т.п. сын спрашивает нахуя игру на скс продадим мелкан возьмем там 22 калибре и зарядил по всем магазинам что еще определенные марки ружей собираю коллекцию а потом как бы чтобы это все перевести ну что в один день короче комиссию все под одно подбить и в росгвардии уже поговорил сказали блять заебал короче приходи коллекцию соберешь сделаем вот ну и хотелось бы конечно нельзя этого сейчас делать да но хотелось бы с сыном вдвоем две двухстволки легкие т.д. т.п. но почему 63 потому что стволы оцинкованы уже то есть у зимсона черный да тут сын ко в шестнадцатом калибре так как зимсом в двенадцатом ну и как-то вот с димасом делился тут это с сыном на днях сейчас мы выходим из магазина мы уходили в престоль брали кофе идет чувак которую которому принадлежит у нас архангельский оружейный магазин я говорю привет он привет туда-сюда побазарили про патроны то есть пацаны кто готовится к охотам мой совет прямо сейчас начинать потому что и ценники поднимутся и там к сезону очень нихуя не возьмете у меня все затарено и по карабином блять и по гладкоство и я ему говорю слушай как здорово что я тебя встретил я всем зарядил а про тебя что-то как-то забыл ну агус слушай дружище короче макс такая хуйня хочу блять курковое ружье ну курковая все понимаете это которая взводится в охуенном состоянии надо чтобы ни шата не раковина ничего говорю либо 66 ну конечно предпочтительнее был бы 66 либо 63 да вот час два назад грыз загоняй завтра пятна ходе в охуенном состоянии но есть одна проблема шейка на прикладе треснута я говорю это проблема там может по цене как-то чем такой пригонять договоримся ориентировочно пятна я говорю короче деньги оставляю и занимаюсь там все этими зеленками да он туда базара нет кому интересно вот кто досмотрел этот видеоролик до конца завтра пацаны мы короче гоним магаз я засниму что он из себя представляет этих ружей делалось очень мало там цельно тянутые стволы то есть не посажены в коробку в этот патронник там вся эта хуйня цельно тянуты хромированные отличались также резким и кучным боем ну как известно приклад это не проблема потому что все в любом случае если бы я брал с прикладом я бы делал под себя валерка у него рука приблизительно такая же у меня рост все в общем парни завтра гоним магаз скорее всего берем 63 а потом уже занимаемся зеленкой дтп медкомиссия еще краснуху возьмем мало лет мелканку подвернется вообще сейчас старики стали много сдавать ну а да ну и короче мы его берем и хорошо что он треснут как бы мы на этом цену смайнаем немного ну и сделаем приклад ореховая заготовка под цевьё и под весло под само под приклад она имеется в наличии поэтому все это дело мы делаем ну и все и будет два знаешь как это карты деньги два слова а валерик получит права и наконец-то сбудется наша мечта мы короче три долбоеба это я димас и ольга мы всю жизнь хотели короче купить баранины кстати у меня благодаря тому что вот ну саня с которым мы ездили короче в регату пацан но есть товарищ который разводит баранов поэтому вот баран дтп и наверное я возьму весь арсенал который будет на тот момент бля бедный валерик всю башку выебем да но постреляет хотя бы там будет с патронами это и короче возьму весь арсенал расскажу подробно о каждом то есть я увлекаюсь этим делом машины уже не так возбуждают ну потому что машины чуть китайцы хуясь на дтп то что возбуждает а может там гнило и также ружья поэтому смотрите завтра мы гоним с вами магаз мы в любом случае найдем время работе и съездим с вами скорее скорее всего скорее всего завтра мы приобретем уже ну проплатим а потом уже все сделаем документы и заберем когда они будут готовы и в дальнейшем но опять же да вот как зимсона что она представляла да что-то я у зимсона не до 7 не заснял я обращу на это внимание и уже вот эту курковку я короче это засниму более подробно более там это будет красивее поэтому вот так вот некоторые вот есть люди которые спрашивают звонят город димас чуть такой открытый вот все что-то как-то делишься так парни яс я вам скажу одну хуйню у меня есть но вот каждый верит во что-то свое да вот знаете вот допустим вот живет человек да хороший светлый и потом он ну либо шкуру рубая да там свой шкурный интерес кидает там близких людей еще что-то забивает хуйно там народить ну неважно но вы поняли о чем я говорю да делает какие-то ну непристойные вещи и вот вы знаете у этого человека вот я говорю по лицу человека можно много сказать я не знаю как моя харя кому заходит но скажу так то что лицо этого человека она меняется она меняется понимаете в не лучшую сторону я называю такие лица за . и вот почему я делюсь а потому что мы с димкой об этом говорили вот особенно знаете вот зависть до желаешь человеку что-то плохое да вот и делишься допустим я неоднократно вот виделась с этими людьми стараюсь больше не общаться ну и не общаясь когда ты чем-то делишься и и ловишь себя на мысли стоп все стоп стоп во взгляде во взгляде ловишь вот это знаешь я не могу изобразить скажу честно за себя я всегда радовался с других людей за друзей я никогда не испытывал потому что у меня ценности немного в жизни другие и вот я верю в то что все равно доброта любовь и вот светлое что-то но все равно она понимаете она его мало но она находится выше вот это черноты темноты убогости и поэтому когда ты искренне чем-то делишься за там зафар говоришь еще что-то то я с детства искренне верил то что если завидовать желательно плохого до человеку то у тебя у самого развития не будет ты будешь вот в дерьме всю жизнь в дерьме понимаешь но ценности и вот спокойствие умиротворения счастья понимаете вот она у каждого свое для счастья да но блять вот я то 63 куплю да он нихуя стоит наш я вот счастливый буду за потому что деревяшку красивую сделать еще что-то там у нас возьмите ножички вот делаешь да вот кореш подогнал да вот кореш да вот смотри он мог купить эти зеркала за 1450 допустим одно зеркало сейчас стоит 6000 да и он просто ну это 12 получается да и он просто выкладывает эти зеркала на авито за 8000 и через день этих зеркал уже нет то есть заработок моего кореша составил бы 6500 рублей правильно правильно но он позвонил мне и говорит братуха приезжай и отдал мне понимаешь но когда мы соберемся компании бухать то я ему позвоню и скажу дружище ты не бери денег блять не на пиво блять не на вискарь не на чё и на такси деньги не бери блять это само собой разумеющиеся и безусловно я позову его пошмалять с ружей с карабинов вот счастье дает вот это это старый нож старый светил это раны такие да старый нож просто так это в руках подержать напомнить помните да в красоту шикарно в натуре шикарно так вот люди которые завистливые черные которые пытаются обмануть еще что-то они но вот у этих людей меняется лицо она повторюсь это вот знаешь заточка за . эти люди сами себя гробят я не знаю для кого то может быть я там мудак конченый блять но для своего круга блять так же как и мой круг для меня для все нормальные добрые защищу ребят димасу нету шкуру на интерес а моя вера вот в это да вот добро и зло ну я как-то не гружусь этим потому что мне 44 года ну я всегда был открытым если бы имела место быть ну может тут охраняет я не знаю но если бы имела место быть вот эта темнота превозмогала бы над светом да но у каждого света темнота своя то наверное общая на сдох ну вот я вот так вот думаю поэтому я открытый и делюсь делюсь с вами а а вот что касается изменения внешности она есть она есть вот есть узнаешь в блять черный человек если вот светлый человек я очень эмоциональный и поэтому но я не мог не поделиться блять ну потому что реально радость дело то не в зеркалах за 1400 дело не в этих громадных скидках за масло еще что-то дело в том что ты осознаешь что у тебя блять есть такой кореш понимаете ну и соответственно когда он меня о чем-то просит и просил я точно также но отзывался на все ну вот 44 года да и вот я рад что у меня вот так вот ну и опять же то что вот на днях буквально говорили я говорю блять вот хочу вот такой и во всех магазинах зарядил про ствол димас мы же просто вышли из магазина да я забыл про этот магазин и встретил этого хозяина магазина и он говорит димас загоняй завтра повторюсь короче завтра парни мы идем с вами смотреть и если все заебись если нет ушата ничего посмотрим коробку т.д.т.п. то мы берем 63 а дальше уже пойдет вот это облагораживание замена дерева т.д. и т.п. у них был один косяк у этих ружей небрежная небрежная обработка и стык стальных металлических поверхностей металлических этих вот коробка т.д.т.п. с деревянными частями но как вы понимаете у нас этих косяков не будет поэтому приятного просмотра до завтра гоним магаз ну и смотрим покупаем скорее всего так что так ждем завтрашней серии я думаю она будет классно всем пока